МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никто не вправе выбирать время. Время выбрало нас. И сегодня, когда мир стоит на пороге четвертой технологической революции, настало время первых. Время умеющих мыслить, принимать решения и жить догмами продуктивности, а не занятости. Это один из главных внутренних стержней Газпром-Трансгастомска. А потому именно сюда самые амбициозные и креативные, со всех уголков страны приезжают вот уже девятый раз на научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов. Когда сотни ярких и смелых собираются вместе, творятся великие дела. Мы все с вами коллеги. Делаем одно большое общее дело. Я от души поздравляю вас с началом работы девятой научно-практической конференции. Мы рады всех вас принять. Ну и хотелось бы мне, конечно, пожелать вам всем прекрасной работы, хороших знакомств, горячих обсуждений. Только лишь в споре и в обсуждении можно найти то зерно, которое посеяв, потом в хорошем будет свод. 16 лет назад конференция молодых ученых, которая проводится раз в два года, начиналась всего с 29 работников и 4 докладов. Сегодня это уже 273 участника из 19 дочерних обществ «Газпрома», работающих в России и Белоруссии, а также студенты из Томского политехнического университета, Тусура и столичного РГУ имени Губкина. И у каждого четкое понимание, зачем он здесь. Работа, она всегда должна быть интересной, она должна нравиться тебе. Если ты работаешь с интересным, с энтузиазмом, у тебя всегда возникают новые идеи, как улучшить тот или иной процесс, как облегчить свою жизнь, жизнь других людей. Конференция для меня является очень большим трамплином, в том плане, что я могу увидеть работы разного плана. Как говорят, любая система, она либо развивается, либо деградирует. И я считаю, что все-таки лучше развиваться. Интересно посмотреть, как люди живут в других трансгазах, как они эксплуатируют свое оборудование, новые знакомства. Я имею некоторые отношения к «Газпрому», я там практику прохожу и как раз по охране труда. Поэтому я здесь. Для развития как раз созданы эти конференции, для обмена опытом, для повышения самооценки, для лучшей мотивации выполнения своих повседневных обязанностей. Брать на себя ответственность – значит развивать мышление победителя. В этом году новаторы меряют на себя эту роль на четырех площадках в 13 секциях, в числе которых абсолютно новые силы Сибири и секция докладов на английском языке. Здесь те, кто мыслит иначе, обсуждают вопросы, которые вышли далеко за рамки корпоративного формата. Исследования по оптимизации процессов и усовершенствованию технологий проецируются не только на деятельность «Газпром-Трансгазтомска», но и находят свое отражение в работе предприятий-партнеров. Приехал не просто с проектом, я приехал с бомбой. Мы создали свой продукт и пытаемся, как сказать, внедрить его. Я приехал со статьей «Регистрация права собственности Российской Федерации на земле населенных фонтов под объектом Единой системы газоснабжения Российской Федерации». Внедрение чек-листов. Человек уже как бы на подсознательном уровне, заполняя вот этот чек-лист, он ответственно уже подходит к какому-то производственному процессу. Участнику отводится всего лишь 7 минут на доклад и еще 8 дается на обсуждения и ответы на вопросы. В аудиториях кипят споры. Помочь увидеть новые горизонты и границы, копнуть поглубже и поделиться опытом призванные эксперты. В состав жюри научно-практической конференции входят заместители генерального директора, руководители структурных подразделений администрации общества, директора и главные инженеры филиалов, пенсионеры и представители вузов. Стратегия компании на постоянное переобучение и развитие сегодня является залогом роста и успеха. И в этом плане я очень поддерживаю стремление компании, и лично Анатолию Ивановичу постоянно уделять огромное внимание развитию своих сотрудников. Подавляющее большинство работ, они уже внедрены в производство. Ну, например, работа, посвященная повышению надежности систем барьерного воздуха, системы энергоснабжения, это уже внедрено и это говорит о вовлеченности персонала в решение актуальных для нашего общества задач. В этом году очень много работ связано непосредственно с проектом «Силы Сибири». Наши сотрудники проявляют инициативу в усовершенствовании процессов, бизнес-процесса строительства, организации эксплуатации. Видимо этих людей, видим их устремления, мы учитываем при формировании кадрового потенциала, кадрового резерва нашей компании. По-своему все доклады ценные. Во-первых, ценные в том, что именно участие молодых специалистов, именно в их развитии, в их понимании тех проблем, которые они видят перед собой, и они об этом нам рассказывают. В принципе, это очень значимо, потому что это именно рост молодого специалиста заключается в этом. Пока до практических результатов далеко разве что самым юным участникам конференции, ученикам лицея при ТПУ. Здесь четыре года назад открылся первый в Сибири «Газпром-класс», и его слушатели пока делают только первые шаги в науку. Вот только тема докладов совсем не детские. Это разработка, которая будет ингибировать рак, ну, чтобы делать опухоль операбельной. Но это все далеко от простого человека, потому что дорого. Мы предлагаем дешево сделать. С помощью нашего газ-хауса можно будет сэкономить электроэнергию. Допустим, работник забудет выключить освещение. Наш умный дом поймет, что в комнате никого нету, и сам автоматически все отключит. Со школьниками и теми, кто постарше, своим секретом успеха готов делиться Иван Токарев. В его багаже это уже пятая конференция только в «Газпром-трансгастомске». Три победы и сразу несколько внедренных в реальное производство авторских разработок в сфере энергетики. Надо быть целеустремленным. Не надо никогда останавливаться. Если даже бывают какие-то неудачи, надо, несмотря на них, все равно двигаться вперед. С научной стороны подходить к решению технических задач, продолжать дальше учиться, идти в аспирантуру, писать диссертации, статьи. Это все будет помогать в дальнейшем. А вот что движет людьми, которые создают не только свою личную историю успеха, но и историю успеха своей страны? Об этом с участниками конференции говорил герой России Александр Калери. О новых вершинах, силе воли и характере он знает все. За плечами летчика-космонавта 769 суток полетов и 5 выходов в открытый космос. Не только работа красит человека, но и человек красит работу. И работать надо там, где стоишь. Древние говорили, значит, не ищи там чего-то особого, рубись там, где стоишь. Так и здесь. Поэтому я хочу пожелать вам просто интересной, плодотворной работы, хороших коллективов, вкусных задач, чтобы жизнь у вас удалась, чтобы лет через 20-30 вы могли сказать, что я посвятил свою жизнь самому интересному и самому замечательному виду деятельности. Моей работой. Никто из нас не умнее всех нас вместе. Эти строки как нельзя точно раскрывают главный секрет успешности команды «Газпрома». А потому, как бы ни был сладок вкус соперничества, пора возвращаться в трудовые будни, где снова одни задачи и одна амбициозная цель на всех. С поправкой на сегодняшние инновации, разумеется. 2019 год для нас достаточно сложный, знаковый год. Мы в этом году должны подать газ 1 декабря. Мы должны 1 декабря начать транспортировку газа в сопредельные государства, Патайскую Народную Республику. Мегапроект «Сила Сибири» реализуется в экстремальных природно-климатических условиях. Здесь чувствуется вся сила почти полумиллионной команды «Газпрома». Команды, которая здесь и сейчас, будь то производственная площадка или конференция молодых ученых и специалистов, предлагает новые невероятные решения, день за днем доказывая свое лидерство в энергетической отрасли. Это и впрямь время первых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова